Добрый вечер. Добрый вечер. При нашей встрече пересмотрел энное количество интервью, все невозможно, жизни не хватит. Наибольшее количество просмотров, как ожидаем, у вашей беседы с Юлием Дудем. Верно. Чем объясните феномен юноши? Первое, он очень любопытен и это видно. Он плавает в тех темах, в которых такие гости, как я, у него редкие по политике, путиноведы. Ему действительно интересно, он смотрит и понимает, как это может быть. И я думаю, что зритель чувствует искренний интерес. Более того, его аудитория такая же. Я когда после интервью вышел здесь с Нового Арбата, стоит целуется парочка, лет двадцать, шестнадцать, может быть. Парень повернул и сказал, о, говорит, чувак из Вдудя. Я понял, что на седьмом десятке я стал чуваком из Вдудя. Слава меня догнала. И, собственно, я пришел к Юрию. Я сначала ему отказал, потому что аудитория не моя и не очень мне интересно, мне это зачем. Я написал своему сыну, которому 17 лет, что вот позвали, а я гордо отказался. Он мне пишет, папа, ты лох, тебе оказана великая честь, Дудем, а ты кабенишься. И я пошел, чтобы сына не разочаровать. То есть, это другая аудитория, которой мой мир совершенно незнаком, неинтересен. Это что-то, знаете, из персидских войн древних. Вот это вот я. Я оттуда, я ископаемая, но живое ископаемое. А какая ваша аудитория? Значит, моя аудитория, во-первых, это люди, принимающие решения. То есть, это люди самостоятельные, уже прожившие какое-то время. 45+, моя аудитория. Люди с высшим образованием, моя аудитория. Офицеры, моя аудитория. Мы же это изучаем. Это наука, на самом деле, а не представление. Это те люди, которым интересны те темы, о которых я говорю, и те мои наблюдения, которые я делаю. Но точно не аудитория Юрия Дудя. И вот эти 5 миллионов там с лишним просмотров. Я думаю, боже, не может быть. Нет, 5 миллионов с лишним просмотров. И узнают. Кстати, сейчас езжу много по России. Был в Тобольске. В Тобольске. Молодая аудитория, студенты. О, говорит Алексеевич Ильич, и вот тоже как вы. А вы сказали Дудю. А вот как будто они все смотрели Дудя. Да, там 5 миллионов просмотров. И я родился заново для них, то есть не заново, первый раз в интервью с Дудем. А поскольку ему было интересно, а мне было интересно принять этот вызов, или там не интересно, а как бы это сказать, не западло, принять этот вызов, то вроде получилось. Ненормативная лексика в эфире вас не смущает? Она меня смущает, но меня много чего в жизни смущает. Но это часть жизни ненормативная лексика. И поскольку она очень экспрессивная, это не было желанием оскорбить. Это была некая экспрессия, это был некий возглас. Ну, я сам слова-то тоже знаю. Вы в быту употребляете? Я в быту редко, но употребляю. Но это тоже не как ругательство. Никогда как ругательство, а как восклицание. Акцентирование. Да, и когда я в обществе, я пытаюсь это не делать, только со знакомыми. Потому что некоторые это воспринимают как личное оскорбление. Зачем оскорблять людей? Но я могу выбрать нужную лексику. С Путиным употребляли когда-нибудь? Никогда. И, кстати, президент тоже никогда я не слышал. И, кстати, и второй президент, или вернее первый, и Борис Николаевич. А вот Михаил Сергеевич, с которым я сейчас содружился, и с которым мы два раза в месяц обедаем, он моет. Он русским языком владеет виртуозно, я бы сказал. Я стараюсь при президенте не очень, но он могет. Очень любопытно, что вы, перечисляя президентов, совершенно вывели из этой обоймы Дмитрия Анатольевича Медведева, который тоже худо-беды у нас президентом был. Да, он был, но я просто с ним очень редко, в отличие от предыдущих президентов или названных, у меня с ним разговоров один на один за время его президентства было три-четыре. Что-то такое, вот что-то такое. Поэтому, если я правильно представляю, он тоже владеет русским языком во всей ее полноте. Одной из фишечек, так скажем, бесед Дудя, есть у него такой вопрос, Путин красавчик, вам его не задал, хотя он с вами беседовал с Путина ведом. Поэтому я бы задам вам его. Смотрите, конечно, Путин красавчик, имею в виду, что он способен на неожиданные загогулины, которые мне бывают интересные, которые мне бывают огорчительные. Но человек, который способен на загогулины, он красавчик. В том смысле в интернетовском, в каком упоминается слово «красавчик». Это «неожиданный ход» называется для интернет. Как мне сын объясняет, я же уже поколение другое. Красавчик – это человек, который способен на ход, который никто не ожидает. Конечно, он красавчик. А, кстати, если мы беседуем о фишках, у вас, как у человека, который часто собеседует со стороны Дудя, как бы интервьюером, у вас есть какие-то фишки? Ну, конечно. Второнные вопросы? Да, я уже давно понял, что, скажем, когда к тебе приходят люди, которые дают 100 тысяч интервью, тут очень важно вышибить их из этой колеи. Потому что ты берешь интервью не для себя любимого, не для того, чтобы с президентом Клинтоном на экране засветиться, а для аудитории. И я помню, когда как раз Клинтон, президент, пришел, я тут же провалил интервью. С первого вопроса я провалил интервью и задал ему про противоракетную оборону. Поскольку он в этот день уже говорил с Путиным, противоракетную оборону, давал пресс-конференцию, ему было так, у него скука в голове, я понял. А вот что же я делаю, это совсем другое надо было. И вот, ну, например, последнее, когда я уже вырос, скажем так, как интервьюер, вот у меня сейчас было интервью в Рио губернатора Тюменской области Моором. Человек по фамилии Моор. Первый вопрос был к нему, откуда в Сибири Мооры? И мне потом начали звонить всякие слушания, какой классный. Мы хоть узнали, что он из семьи репрессированных, что немцы по Волжье, были туда перевезены его дед и там родился его дед. Мы что-то узнали про человека, а не про что там противоракетная оборона. То есть, на самом деле, фишка заключается в том, что человек важнее, чем то, что он скажет. Я бы сказал так. Какие вопросы вам чаще всего задают, которые у вас вызывают раздражение? Потому что тысячный раз вас спрашивают о чем? Вот то, что меня спрашивают седьмой раз, у меня вызывает раздражение, неважно что. Но я же уже говорил, почему-то я думаю, что все мне должны внимать, как Слово Божье, все должны знать ответы мои на эти вопросы. На самом деле, со временем меня уже ничего не вызывает раздражение. Мне иногда вызывает смех, это правда. Потому что кто-то считает, что я говорю, я не Песков, подождите, я не Путиновед, я не министр обороны. Вот это у меня раньше вызывало раздражение. Но я не должен говорить за президента или за министра обороны или за французского премьера. Сейчас у меня это вызывает смех, но если людям это интересно, давайте я скажу. Вы меня задачили в другой беседине с Дудем, однажды признавшись, что вы провалили бы интервью или провалили с Плесецкой, потому что она в вашей системе координат царица, богиня. Это даже не столько Плесецкой. Во-первых, я провалил интервью с Плесецкой. Это первое. Я его просто провалил. Я всегда изучаю свои собственные провалы. Первое, что я делаю, когда у меня провал, когда я понимаю, что я где-то провалился, неважно все равно где. Прошу прощения, а критерий провал? Ваши личные ощущения, только личные ощущения? Только личные ощущения. Я сел, проанализировал, и я понял, что вот этот типаж Плесецкой, Галины Вишневской, например, то же самое, Елены Образцовой. Я не могу делать интервью, потому что я их кодифицирую как царица, а царица может на животе туфельку поцеловать и вот так вот отползти. Это правда. И с тех пор, если в мою смену видения попадала, вот была история, пришла Елена Образцова, я сказала, ребята, кто меня заменит, вы не хотите, чтобы Эхо провалило интервью с Образцовой? Да, и я с тех пор готов с ними пить чай, разговаривать. Гораздо интереснее, между прочим, чем делать интервью. Не знаю, рабею. Ну, то есть здесь прослеживается какой-то гендерный фактор. То есть ни один самец вас смутить не может в качестве гостя? В такой степени нет, но поскольку у меня плохо с иностранными языками, у меня только французский, а английский нет, мне всегда тяжело дается интервью с переводом. Ты понимаешь, что, во-первых, ты берешь интервью у переводчика, по большому счету, и меня это сильно напрягает, честно говоря. Еще хорошо, если человек понимает хотя бы русский, а если он или она не понимает русский, мне это тяжело. Но поскольку там руководители государств требуют, как в одном из, по-моему, князь Монако, Альбер, когда приезжал сюда, ему предложили, он звучит как бы лохматый. Вот этот лохматый. Требует лохматого, то приходится на это идти. Но я понимаю, что если бы я понимал язык, то было бы хорошо. Вот тут есть фотография, когда я беру у президента Франции Ширака интервью. Это было очень здорово, потому что я понимал, что он говорил. У него была классная переводчица. И, ну, просто я быстрее, вопрос второй, следующий, седьмой, сорок второй. Понимая интонацию, я так говорю, вы сказали, вот, то есть я не с переводчиком ругался, а с ним. И получилось интервью, он даже не хотел уходить, говорит, продолжаем, почему я не тороплюсь и так далее. Вот тут я провалил, могу провалить. Интервью с иностранным гостям могу провалить только потому, что не догоняю. Бывает. Чем вы гордитесь из своих работ в качестве интервью? Вы считаете, что это прям такой кейс, который можно студентам показывать, и вы блестяще справились? Вы знаете, если серьезно говорить, то никаким не интервью. Интервью прошло, и ты забыл. То есть можно сказать, о, мое интервью с Собяниным, 47 ссылок. Есть же формальный показатель, сколько раз сослались там другие медиа. И это круто. Вот последнее интервью с послом США Хансманом, который только он был назначен, пришел, все сослались. И американские медиа, и европейские медиа, и наши медиа. Это круто. Есть формальный признак, но для интервьюера это не главное. Вот для главного редактора это главное. Конечно, у нас была история абсолютно гениальная. Но это чутье, даже не чутье, это случай, помноженное на чутье журналиста в прямом эфире. Министр энергетики Великобритании, Мили Бент, младший брат министра иностранных дел, и так далее, и Борисского правительства. И мне скучно, потому что он министр энергетики. Ну, я его спросил, альтернативная энергия, как шахтеры там. Ну что, он обычный. А посольство мне сказало, прими министра энергетики, мы тогда дадим тебе министра иностранных дел. Это же торговля же всегда. Я говорю, ну хорошо, да. Или премьер-министр, когда поедешь. Ну хорошо. Я говорю, ну давайте звонки включать. Первый звонок, там что-то про альтернативную энергию. Второй звонок. Третий звонок. Голос такой московской интеллигентной дамы. Здравствуйте, у вас там Мили Бент? Я говорю, да. А ты ждешь все время пранкера, оскорбления. Это же прямой эфир, ничего не отслушивать. Он говорит, здравствуйте, меня зовут Софья Мили Бант. Он мой племянник. И я думаю, так. Понимаете, это все в прямом эфире. Ему переводят, у него, знаете так, глаза на шарнирах вперед. Я думаю, розыгрыш не говорит. Уж больно голос дамы. Я говорю, мы возьмем ваш телефончик. И он вам после эфира перезвонит. Это все в прямом эфире. Спасибо большое. Бум, все положили. Он говорит, вы телефон записали. Прямо в эфире. Я говорю, записали, записали. Правда оказалась. Оказывалось, их отец, их дед и ее отец, два брата Мили Банда, в гражданскую войну в России. Один ушел в Польшу, в Швецию, в Англию, а другой в Москву. И они впервые встретились. И я хожу и глажу себе по голове, думаю, я же могу ее отключить. Я же могу тебя... Ой, сорвалось, да? Подумать, что это пранкер. Не вывести телефон. Это была история мировая. Потом приехал Дэвид, министр. Поехал к ней с тортом и с цветами. Приехал тоже к нам. Она недавно ушла из жизни. Такая московская дама. Оказывается, знаменитая переводчица с Фарси. Вот история про эхо Москвы. Вот моя история, когда я почувствовал, знаете, вот что-то здесь есть. Вот, может быть, ошибаюсь, но что-то здесь есть. А вам приходилось прерывать интервью, потому что вам там показалось хамским тон? Нет, нет, нет. А желание возникало? Желание постоянно. Вообще желание... Я думаю, что я должен все это слушать, да? Желание... Почему я это должен слушать? Но я хочу вам сказать, что они гости. И у них разная культура воспитания. Их мамы по-разному воспитывали. Бывают разные традиции. Ну, как сказать, вот люди... Очень много людей, когда приходит там Сергей Неверов, Единый Россий. Он же бывший шахтер. Он иногда говорит и позволяет себе во время интервью. Я своим ведущим и сам говорю, ну, ребят, он гость, вы его позвали. Он не сам пришел. Да? Вы должны готовиться и знать, что этот человек может там нагрубить, условно говоря. Владимир Вольф Жириновский, пожалуйста, сколько раз он бывал здесь. Слушайте, но это правило интервера. Пришел к тебе гость. Ты, конечно, можешь ему сказать что-то, да? Но я противник делать замечания гостям. Я могу же всегда откомментировать. Могу сказать, вы знаете, ну вот с моей точки зрения это неправда. Ну ладно, слушатели слышали, вы сказали. То есть, но гость, он коронечно имеет больше прав, чем ведущий, конечно же. Он гость. Ну, бывают такие смежные ситуации, потому что, с одной стороны, вы в гостях у проекта «Важные персоны», с другой стороны, я в гостях, потому что находился на вашей территории. Можете скамить. Посмотрите, как я отвечу. Я подумаю над этим обязательно. Ну, уже была история с Велером, вы же знаете, да? Михаил Велеров. Здесь у вас, да, с Бычковой, которую я помню прекрасно. Взял, встал, бросил стакан в нее с водой. Не попал. Не попал и ушел. Я ему сказал, что, Михаил Ильич, вы же обидели не столько нас, сколько слушателей, да? Они пришли вас слушать. Будьте любезны, извинитесь, пожалуйста, и вы вернетесь в студию. Вы же помните присказку, что говорим Ленин, подразумеваем партия, говорим партия, подразумеваем Ленин. В вашем случае это работает с Эхом Москвы. Мы говорим Эхом Москвы, это Веник. Мы говорим Венедиктов Алексеевич, это радиостанция Эхом Москвы. Вам обидно читать, когда что-то пишут не про вас лично, а про ресурс, которым вы руководите? Вы знаете, не обидно совсем. Не обидно? Не обидно совсем. Объясняю. Я очень внимательно отношусь к любой критике, даже хамской, оскорбительной. Потому что под ней всегда что-то есть. Под ней есть либо человек, который неадекватно воспринимает, и тогда какая мне разница. Или под ней есть наши косяки, ошибки или неточности, которые вызвали эту реакцию. Поэтому первое, что надо сделать, все вот эту ругань и все критику разделить на две части. Есть под ней что-то, даже вот столечко. Или это просто человек из того, что там, я не знаю, его жена бросила, он на нас выливает. Вот когда ты это научился разделять, когда я не сразу это научился разделять, значит, вот это все, ну а почему я должен его, ну и ладно. А вот когда там тебя и твою радиостанцию, или твоего журналиста, или твою политическую позицию, или редакционную позицию радиостанции кто-то критикует, пойди пойми почему. Это очень важно, потому что на самом деле где-то 90 процентов передач, чтобы вы понимали, сделано по предложению слушателей, критикующих предыдущую сетку. Потому что я это беру, беру тайм-аут, акцептирую, думаю, а если так применить, а если применить так, что я из этого могу, а вот продолжал, если поверну. И вот именно поэтому я не обижаюсь совсем, даже на прямые оскорбления. Потому что когда тебя прямые оскорбляют люди, да, они хотят тебя задеть, а не твою радиостанцию, ну и ладно, ну хотят, меня задеть трудно. Дима Быков в вашей системе координат авторитет? Дима Быков в моей системе координат авторитет, ну не как литератор, безусловно, он авторитет как... Как публицист. Как камертон настроения определенной части слушателей. Знаете, что я делаю? Я внимательно читаю, что ему пишут во время его эфиров. И вижу его реакцию и реакцию слушателей. Это не только он, это все, но он тоже. Но поскольку Дима в этом смысле очень тонко чувствующий, он реально человек очень иронимый. Очень иронимый. Я себе все это представляю и разговариваю с ним другим тоном, чем с вами, например. Да? Да. Ну вот 10 лет назад в журнале «Молин Руш» Дима Быков написал огромный опус о «Эхе Москвы». Читались. Да. И там он, в частности, говорил, что «Эхо Москвы» является рекордсменом по параметрам хамства и самомнения, и у него впечатление, что это такова кадровая позиция. Кадровую позицию осуществляете вы. Вот я ему сказал, добро пожаловать в клуб, что у него есть передача на «Эхе». Смягчи нашу позицию. Нет, смотрите. Эта история даже началась еще не при мне. Она началась при первой главном редакторе. История самостоятельного мнения? Ну да, вот то, что он называет этим словом. Началась при «Корзне», потому что мы радиостанция, которая впервые возникла на складывающей рынке, и люди не понимали, что мы не часть их семьи. Мы сервисная структура, не нравится – переходи в другую сервисную структуру. И это, собственно, простой ответ. Зачем ты слушаешь, если тебе не нравится? Почему тебе нужно, чтобы Быков или Шевченко или Шендерович все были, условно говоря, как Алексашенко? Нет, нам не нужно семь Алексашенок. Вот не нравится – не слушай, слушай то, что тебе нравится. Это огромный супермаркет. И ты, когда приходишь на пулку, там, где продается мясо, и кричишь «я веган», тебе продавец говорит «веган, секция С4». «Нет, веган, хочу, чтобы здесь была трава». Значит, в нашем магазине секция для веганов С4, а вы на А1. Пшел отсюда! Хорошо. Сколько можно за тебя времени? Вон туда, за руку могу, но отнести могу. То есть, это не хамство, ничего, это стрелки. Я понял. Это указатель. Во второй части передачи мы меньше будем говорить об эхе Москвы и больше об Алексее Алексеевиче Венедиктове. Итак, Венедиктов Алексей Алексеевич. Сын тоже Алексей. У вас традиция в семье, все мальчики, которые рождаются, а не Алексея? Ну, собственно, мой первый и единственный, поэтому трудно сказать, что у него будет, но здесь тоже шесть Алексеев на эхе. Мы даже создали отдельную программу, которая называется A-Team, то есть A-Team, в которой принимают участие только Алексеи. И когда мне не хватает Алексеев, я временным приказом переименовываю сотрудника, вот вчера Олег был, не хватило Алексея, считать Олега Алексеем на время программы, точка. А вас назвали тоже в честь родителей или был какой-то другой Алексей? Нет, значит, смотрите, мой отец был офицером ВМС, он служил на первой атомной подводной лодке. Это был первый поход, когда я рождался из Балтийского моря на Тихий океан. И он погиб за неделю до моего рождения, мать не знала, ей не говорили, она меня кормила. И бабушка уже зная, бабушка уже зная, что ее сын и мой отец погиб, и она так как-то, видимо, настаивала, чтобы мама назвала меня Алексеем. Мама не понимала, почему, но в честь отца и в честь отца. Не сказала. Не сказала. Не сказали, но в походе не шлет телеграмм, ничего. Так что я случайно, поэтому я первый Алексей Алексеевич в нашем роду. Алексей Алексеевич младший, второй. Может, он прервет, слушайте. Ему это сильно не нравится, потому что, когда он представляется в соцсетях, ему тут же пишут, что папашка-то твой. А ему не нравится, он даже фамилию хотел сменить, со мной советовался, мамину взять. Что вы видите в нем своего и в чем не узнаете? Он упрям, как я, и также не взрывной, как я, и это мое упорство и размахивание руками. Не мое абсолютно точно занудство, я долго не могу занудиться, он может, да и, пожалуй, все. Кем будет? Ну, он сейчас, вот смотрите, 17 лет, он хочет быть летчиком гражданской авиации. Ого. Да, и уже спасибо большое Савельеву, гендиректору Аэрофлота, он разрешил ему ходить на тренажеры, где тренируются летчики. Несколько раз он уже ходил, ему сильно понравилось, настоящие тренажеры. И вот, но я думаю, что если у него все это останется, значит, будет поступать, я не помню где, в Ульяновске училище, в Саратове, именно на летчика гражданской авиации. То есть, журналистику вообще никак? Не-не-не, он говорит, я же сумасшедший работать, как ты, ты чего там? А так, сел и свободен, а так, он же видит телефон круглые сутки, люди круглые сутки, а он ленив. Поэтому, ленивые люди, они обычно двигают и наупы и прогрессы. Значит, он будет делать, я ему буду помогать, я ему сказал, что я тебе буду помогать туда, куда ты хочешь, мусорщиком-мусорщиком. Жизнь тебя еще покалечит, зачем тебе надо, чтобы отец себя калечил, ну, заставлял что-то. 2018 год для вас такой вот, как бы, 20 лет, как вы возглавляете «Эхо Москвы» и, по-моему, 20 лет вашей семейной жизни? Да, конечно, потому что я сделал предложение Лене ровно через три дня после того, как я был избран главным редактором в 1998 году. А, то есть решили, что теперь можно? Теперь можно, да, теперь можно себе позволить. Вы, кстати, употребили слово «лохмат» и у вас такой вид разночинца, ну, вот эти ваши знаменитые ковбойские рубашки, вот это все. Это не некая такая мимикрия, что вот вы не хотите, чтобы у вас видели влиятельного медиа-менеджера, состоятельного человека, то есть, типа… Понятно. Вы знаете, Евгений, я думаю, что это сложилось случайно. Сначала это сложилось, потому что мне так было удобно, мне удобно так носить рубашки, мне удобно. Я последний раз был у парикмахера, если я скажу вам, в 1825-м, сразу после восстания декабристов, это будет приблизительно верно. Меня очень долго стригла моя бабушка уже в школе, в 10-м классе уже бабушка, папина мама просто приходил, она брала ножницы такие, отстригала клок, у меня тоже все это было, а потом говорила сакраментальная фраза, а теперь будем ровнять. Потом жена сейчас подстригает, и все, я не хожу в парикмахера. Мне неудобно, не хочу. Один раз был где-то в поездке, и нужно было там идти куда-то во фраке. Мне сказали, что, ну вот Алексей, не буду говорить куда, Алексей Алексеевич, на плохом английском моем, а, значит, вот нужно немножко, давайте мы вас отведем, вам немного тут приведут. Принц Чарльз туда ходит к нему же, и меня там немножко так, да, но это продолжалось два дня, после чего все дыбом, и опять само собой. Вот, так что мне так удобно, а теперь, конечно, это мой имидж, я стараюсь его не нарушать, я, если я пришел бы куда-нибудь в гладкой рубашке, народ бы спросил, что случилось. И, кстати, когда ребенок мой пошел в первый класс уже 10 лет, да, 10 лет тому, значит, жена ему погладила там форма, там была такая, пиджачок, белая рубашка, он сказал, мама, 1 сентября, утром, мама, ты чего, мы Венедикта выходим в клетку. И пошел в клетку, да, то есть, ну вот, это, конечно, еще часть игры. Мне не мешают, пиджаки мне жмут, можно сказать, но, скажем, есть так называемый дедушкин пиджак, в котором я женился, это в свое время, значит, когда приезжала сюда английская королева, шеф протокола Ельцина, дядя Володя Шевченко, сказал, мы тебя не будем, извини, но это вот все. Это было до королевы, был некий прием, при крови нужно было в сетсмокинге, но это уже совсем не по мне, а вот был такой прием неформальный. И был куплен пиджак имени Бориса Николаевича Ельцина, назывался дедушкин пиджак. Когда пришло время жениться, я в нем и пошел. Конечно, у меня есть три пиджака, четыре, но у меня есть там разрешение, например, шефа протокола еще, вот, Ельцинского, ходить без галстука, да, там, на прием. Хожу без галстука, но пиджачок надо надевать. Вы упомянули Бориса Николаевича Ельцина, существует мнение, я, кстати, его разделяю, что при нем свобода пресса была, ну, наверное, уникальная была ситуация со свободой прессы, не только в нашей стране, а даже в глобальной. Вы считаете, что цензура, в принципе, нужна? Смотрите, ну, во-первых, я не разделю вашу точку зрения и скажу, что при Михаиле Сергеевиче Горбачеве, в свободу прессы, было больше дозволено, по прессе, безусловно. Ну, как же, ну, как же, ну, как, ну, вот, ну, я с вами не соглашусь, ну, вот, мой опыт, ну, как, ну, я помню, при Горбачеве, я в МК работал, снимали фотографию, какую-то типа, грачи прилетели, потому что там купола церковные просматривались. Ну, давайте, было несколько Горбачевых, скажем, с 87-го, 8-го года, больше, Борис Николаевич, на самом деле, не сильно нас любил тоже, и, я напомню, историю с куклами, я ходил сам к Борису Николаевичу отбивать тогда знаменитую, когда его генпрокурор Ильюшенко. Сказал, что он терпит, и все остальные. Я терплю, и вы терпите, сказал он при мне, Ильюшенко. Вот, история не в цензуре, а в самоцензуре. Мне не кажется, что цензура нужна, и мне, я считаю, что ограничения, которые вводятся в последнее время государством, прежде всего, интернет-прессу, да, они избыточны, и они неэффективны. Воспитывайте своих журналистов, главные редактора. Ну, у вас же есть цензура? Нет, у нас нет цензуры. Ну как, есть цензура? Нет, у нас цензура. У нас в стране нет цензуры. Она запрещена законом. Вы хотите сказать, что я нарушаю закон? Я хочу сказать, что вы являетесь одним из пионеров внедрения неких фильтров и ограничений высказываний. Это не так. Значит, у нас есть ограничения, у нас ни один журналист Эхо Москвы не может быть членом никакой партии, не может входить в штабы никаких политических деятелей. Это абсолютно антиконституционное требование нашего устава. Но оно есть. Это правда. Вторая история. Есть ограничения государственные, мы их соблюдаем, даже когда мы с ними не согласны. Вот сейчас у нас идет процесс, мы его проигрываем за мат на нашем сайте в блоге Ксении Собчак, кандидатов в президенты, когда она поставила ролик из Грозного, там матерились. И нам вынесли замечание, оштрафовали. Мы идем, идем, и мы дойдем до конституционного суда, потому что вы чего? Это здесь при чем? А ограничения? У нас есть действительно темы, которые я не приветствую на Эхе и ограничиваю. Например, я говорю, что, скажем, не трогайте семьи и детей политических лидеров, если эти дети не участвуют в политической или экономической жизни. Это правда. И когда, это не важно, чьи дети, Навального или Путина, понимаете, да? Это общий принцип, и в этом смысле это не цензура. Если это никак не влияет, если жены никак не влияют, оставьте семьи в покое. И просто так, для того, чтобы макнуть, есть издания, которые мочат по семьям во всем мире. Мы это не делаем, это редакционная политика. Но она объявлена публично, это знают наши слушатели. Это ничего тайного нет. Эти люди, которых мы не приглашаем на Эхо, их фамилии известны, они объявлены публично главным редактором в эфире с объяснением, почему. Вот есть замечательный оратор и политический деятель господин Дугин, который в восьмом году провел на Маяковке, на Триумфальный митинг «Закройте Эхо Москвы». Я ему закрыл Эхо Москвы. Я говорю, да, Дугин, до тех пор, пока он не проведет митинг на Триумфальной площади, откройте мне Эхо Москвы, мы откроем ему Эхо Москвы. Это все публично. Никакой другой цензуры нет. И это не цензура. Вы себя называете великим коммуникатором. Я себя называю коммуникатором, а великие меня называют другие. Но это правильно. Вы с долей иронии, может быть. Нет, я великий коммуникатор. Это правильно. Я люблю это дело. В том смысле, что, я правильно понимаю, тезис, что вы устроите коммуникацию между разными стратами, которые не находят общий язык и даже враждебны друг другу. Вы знаете, когда начинался Майдан, еще Майдан шел, но не было переворота. Майдан 14-го года. 14-го года на Украине. Я в феврале был на оппозиционном горбодянском телевидении. Два часа был. И три ведущих ушло. Я говорил, пока вы не поймете, они поддерживали людей на Майдане, имеют право, редакционная политика заявлена. Они от вас другого ждали. Да. Но я им сказал, пока вы не поймете, что полковник Беркут, это ваш сосед на лестничной клетке, чья жена приходит к вам, чьей жене, просить соль. Да, он других политических взглядов и даже иногда стреляет в вас. Но вы граждане одной страны. И пока вы не начнете с ним разговаривать, вы будете стрелять друг в друга. Еще не было Крыма, еще не было Донецка, еще не было Луганска. Это был февраль 14-го или январь. Но я точно понимаю, что мы граждане одной, если говорить о России, одной страны. Поэтому устраивать коммуникацию между людьми с различными, как бы так сказать, этическими, эстетическими и политическими взглядами, это в том числе работа медиа, мы площадка. Ну и моя отдельная работа, потому что я считаю это правильным. Я просто считаю это правильным. Но вот, допустим, мне интересует, вы отдаёте себе отчет, когда вы публикуете, допустим, фотографию, где вы там в лондонском ресторане с Ходорковским, его любимой певицей Валерией, Иосифом Пригожиным, что вы абсолютно оскорбляете своих слушателей, потому что им хочется думать, что существуют какие-то непремерные группировки. То есть, существует Эхо Москвы с условным Макаревичем и ВГТРК с условным Кобзоном. И мысль о том, что Кобзон с Макаревичем где-то вместе выпивают и проводят время, и вообще являются единомышленниками и одним и тем же богам, это для них оскорбительно, для ваших слушателей. Ну, это они оскорбляются, не я же. Ну, вы отдаёте себе отчет, что в провокативном посыле вот этих ваших... Конечно, никакого не было про кого-то. Слушайте, я со своим сыном был в Лондоне. Михаил Борисович, договорился встретиться с Михаилом Борисовичем Ходорковским, с его дочерью. Не с Привожиным, с Ходорковским. В одном ресторане оказались Привожины с сыном тоже. И мы с детей начали сначала. Пусть дети одного возраста общаться, они начали... И потом сделали фотографию на память. Слушайте, если думать о том, что кого-то какая-то фотография оскорбляет, это факт их биографии, но никак не моей. Это пусть об этом думает политический деятель Ходорковский, или там доверенное лицо Путина Иосиф Пригожий. И надо сказать, что кто-то другой повели себя адекватно, после того, как разразился скандал. А я-то что об этом должен думать? Да мало ли с кем я встречаюсь. Да вот фотография с Медведевым и с Путиным. И где-то фотография с Навальем. Ну и что? А вон с Шираком. Ну и что? Ну я так живу, а вон с Горбачевым. Ну вот я так живу. Но я так живу. Это правда. И люди знают, что это правда. Вот я встретился, я отчитался перед слушателями. И меня совершенно не волнует, что их оскорбляет. Вот правда. Абсолютно не волнует. Но тем не менее, вы наверное слышали заявление Владимира Яковлева, основателя коммерсанта. Не попадалось вам, где он обращался к коллегам, к журналистам. Прекратите делать то, что вы делаете. Значит, вот как бы сеять ненависть. Ненависть. Это же не ненависть, это коммуникация. Да, но эхо Москвы разве, условно говоря, не разжигает? Эхо Москвы ставит проблемы, поднимает вопросы, тем самым, безусловно, разжигает страсти. Но в этом и задача медиа. Разжигать? Задача медиа привлечь внимание к больной проблеме. Если у тебя болит, то, конечно, ты разжигаешь. Конечно же. И масса историй, масса примеров, которые сейчас обсуждаются о пенсиях, пожалуйста. Это разве не разжигает? У нас приходят сторонники повышения Петя. Найдите сторонников повышения Петя где-нибудь, кроме эхо Москвы. Ну, кроме формальных каких-то вещей. У нас приходят сторонники. Я сам сторонник повышения пенсионного возраста. Я об этом говорил с пятого года. И я критиковал... Ну, это с вами легко. Мы уже пенсионеры. Конечно. В пятом году я не был пенсионер. И я критиковал Путина тогда за знаменитую реплику, что не надо поднимать пенсионный возраст. Потому что я долго и глубоко этим занимался. Понимая, что это, ну, может быть, самое главное в нашей стране сейчас увеличивается количество пенсионеров. У нас очень много слушателей пенсионеров. Их это задевает, да? Какие будут пенсии, как они будут формироваться. И в пятом году я держался этой позиции. И сейчас я держусь этой позиции. Только те, кто в пятом году говорили, какой молодец Венедиктов, потому что он критикует Путина за то, что тот не понимает. И теперь говорит, какой он негодяй, он поддерживает Путина, он мурзилка и так далее. Ребята, это моя публичная позиция была всегда. Извините. Разжигал так, разжигал и так. Ваша соратница и коллега... У меня соратница только жена. Коллега, хорошо. Ваша коллега, медиа-менеджер Маргарита Симоньян. Очень обиделась, когда я вот в этом же проекте с ней общался, когда я употребил слово пропаганда. Вы считаете, что только исключительно негативная коннотация у этого термина? Вы никогда не занимались пропагандой? Смотрите, для меня есть на это очень простой вопрос. Чем пропаганда, чем пропагандист отличается от журналиста? На самом деле я для себя это определил. И с этого времени я говорю, пропагандист это тоже профессия. Ну и профессия. В чем отличие? Журналист человек безответственный. Вот он говорит что-то. И разные люди понимают по-разному. Он говорит это без цели провоцировать, без цели создать общественное мнение. У него одна цель – обратить внимание. У него нет решения. Пропагандист имеет в виду цель. Я хочу, чтобы Албанию считали наркогосударством. И вот все плохое про Албанию, он сначала цель, потом информация. Для журналиста сначала информация, сначала мнение, а цель у каждого своя. В этом принципиальная разница. Поэтому, когда мы видим, что человек раз в раз одно и то же, для того, чтобы рассказать, какие плохие там, я не знаю, тунисцы, украинцы, евреи, русские, неважно кто. Это пропагандист. Другая профессия, не коллега. Пропагандист не коллега. У него другая профессия, потому что другие приемы, другая цель. Просто отдельно. Есть такая, есть столер, а есть краснодеревщик. Это разные профессии. Смотрите, вот я сейчас, допустим, готовя анонс нашей беседы, вырезаю фразу. Венедиктов говорит, я хочу, чтобы Албанию считали наркогосударством. И вне контекста, вот выдаю это в эфир. И это тиражируется, Венедиктов хочет, чтобы Албанию... Это пропагандист. Этого очень много сейчас. Согласен. Причем этого очень много на Западе. Я с конца 70-х слежу за Нью-Йорк Таймс, Вашингтон-Пост, старался читать что-то библиотеку в Советском районе, хотя это было сложно. Там же тоже происходит черти что. Вам не кажется, что западные медиа, они сейчас, у них какой-то дрифт в сторону советских стандартов в плане вранья? Но мы все равно впереди. Все-таки, да, надо... Вот здесь мы можем гордиться. С точки зрения так называемой фейк-ньюс или постправды, мы все равно впереди. Понимаете, это важно обсуждать, это правда. И вообще профессия журналиста, она размывается соцсетями, потому что каждый, кто имеет аккаунт, он уже источник информации, он прото-журналист. Поэтому наша задача, как мне кажется, наша здесь на эхе, профессиональных журналистов, селектировать... Никаких фейк-ньюс нет. Селектировать неправду, неполную правду от правды. Вот и вся история. Вопрос из двух частей стоит. Мы когда-нибудь станем Америкой, и второе сопряжение с ним, надо ли нам это? Вот это финальный вопрос. Смотрите, это вопрос этический, да? Каждая страна, а в Америке каждый штат, как мы с вами знаем... Тогда, извините поправить, с западом. Вот Улицкая сказала, что мы на 150 лет с западом. Мы когда-нибудь станем западом, и надо ли России становиться западом? Я считаю, что Россия это западная страна. В понимании Улицкой, и в понимании того, что вы спрашиваете. В основе России лежат старые иудео-христианские, частично мусульманские, то есть многовековые этические правила. Я сейчас про этику, а не про религию. И нам никогда не понять буддистов, синтаистов. Не верьте. Поэтому по ценностям мы европейская страна. Просто большой 70-летний перерыв эту этику смял. Смял. И распоряжается она очень долго. Поэтому мы часть, и как часть мы влияем на целое. И должны влиять на целое. А если мы говорим, что мы не часть, мы влиять не можем. Вот это надо понимать. Если мы не часть организации Совета Европы, не часть ООН, не часть организации по защите химического оружия, и не часть цивилизации, мы не можем влиять. К нам не прислушиваются, мы не соседи. Мы за стенкой бетонной. Она смотрит как на пришлых, а мы не пришлые. Мы здесь всегда были. Мы в Европе всегда были. Поэтому мы часть. Ну, бывают разные эпизоды. Как сказано, как было на вычекане, на кольце царя Соломона, и это пройдет. Исчерпывающий ответ. Большое вам спасибо за беседу. Спасибо. 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 Спасибо.